Вас приветствует новый выпуск от проекта Rap News. У микрофона, как всегда, Игорь Еремин, и сейчас я расскажу вам о том, что Элджея, скорее всего, лишат водительских прав за пьяную езду. Артист нарушил правила дорожного движения и пытался откупиться взяткой. Скриптонит разнес посмертный альбом DMX. Разбираем, что не понравилось в релизе Адилю. Акизару переносит свои релизы, боясь проиграть стримом новых альбомов Моргенштерна. Ну и обсудим, почему Алишер скоро снова расстроит Олега. Все это в новом выпуске Rap News. Поехали! Дорогие подписчики Rap News! Хотите стильно одеваться и при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в наличии более 3000 кроссовок. Редкие эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинчиках, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Да, и мы сами лично все проверяли и ручаемся за этот магазин. Самое главное, у Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно вернуть. А для наших подписчиков действует промокод Rap News, дающий скидку аж 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки на Hustle.rf по доступным ценам. Переходите и убедитесь сами. Ссылка в описании под видео. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. 27 мая в центре Москвы произошла неприятная ситуация с участием рэпера Элджея. По данным СМИ, Алексей сел пьяным за руль и мчался скоростью 230 км в час, из-за чего сотрудники ДПС предприняли все, чтобы остановить автомобиль рэпера. Но он, конечно же, не стал этого делать, попытавшись скрыться от полиции. Началась погоня, в результате которой Элджея все же остановили. Как сообщается, Элджея отказался от медицинского освидетельствования. В таком случае на него начали составлять протокол. Потом на место инцидента приехали друзья Алексея, которые стали предлагать сотрудникам полиции 700 тысяч рублей за то, чтобы отмазать исполнителя от административной ответственности и сохранить его водительские права. Однако правоохранители отказались брать взятку, и теперь Элджею грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Известно, что суд над исполнителем состоится в ближайшее время. Все мы знаем, что Элджея и его жена Анастасия Ивлеева большие любители нарушать правила дорожного движения. По некоторым данным, у парочки около 600 неоплаченных штрафов на двои. Большинство нарушений за превышение скорости. Кстати, сейчас начали ходить слухи о том, что рэпер и блогерша расстались. Леха остался жить в семейном особняке, а Настя сняла квартиру в центре Москвы. Фанаты заметили, что Ивлеева перестала носить обручальное кольцо, а инцидент с задержанием Лехи она никак не прокомментировала. А при этом поступает информация, что в момент происшествия Ивлеева находилась вместе с пьяным Элджеем. Эмвезер, у которой сидел певец Алексей Узенюк, известный любителям рэпа, под псевдонимом Элджея преследовали сразу несколько экипажей ДПС. Спустя день Элджей поспешил оправдаться, посвятив своему задержанию целый клип и трек. Или, может быть, это и вовсе было вбросом для промоновых работ. Если коротко, то артист заявил, что ДПСники сами пытались состричь с него денег, а друзья рэпера, которые предлагали им кругленькую сумму, просто угорали. В конце музыкант и вовсе сказал, что прошел тест на наличие алкоголя в организме, который подтвердил его трезвость. Также Элджей очень недоволен тем, что теперь ему постоянно звонят журналисты, раздувая произошедшую с ним ситуацию. Они не знали, что я просто угораю, и впятером меня качали на котлету. А мне нужны лишь федеральные каналы, ведь мне не помешает промок завтрашнему треку. Во всех новостях журналисты повсюду, дом, квартира, офис, студия. Они нашли почти все мои адреса, стоило просто отказаться поссать. Так легко на тебя попасть. Пали как ловко, прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать установки. Поехали в больничку с сотрудником ГАИ, я подул им в трубочку, и там были нули. Клип же выглядит больше как нелепые оправдания, чтобы защитить репутацию и не показать себя в плохом свете перед общественностью. Глупо оправдывать взятку, как угар. В других странах за такой угар дают 7 лет колонии. Не находите ли это детскими оправданиями вы, нежели весомой аргументацией своих действий? Почему некоторые рэперы до сих пор думают, что если они звезды, то им все дозволено? ПДД одинаковы для всех, а выпустить клип с оправданиями – это посредственный прием. Лучше бы оплатили штрафы и соблюдали правила. Грустно, что для звезд главна их репутация, нежели жизнь людей. В эту пятницу вышел долгожданный посмертный альбом «Легенда DMX», который и являлся кумером детства многих наших зрителей, да и нас самих. Напомним, артист скончался в апреле этого года от передозировки наркотиками в возрасте 50 лет. Стоит отметить, что эта пластинка была готова еще за несколько месяцев до смерти исполнителя. Эрл уже вот-вот хотел ее выпустить, но, к сожалению, попал в больницу, а итог вы знаете. Новый альбом включил в себя фиты с Лил Уэйном, Сноуп Догом, Джей Зи и Насом. Вместе с этим за музыкальную составляющую на релизе отвечал Свиз Битц, который был хорошим другом Эрла. Работа очень сильно срезонировала на Западе, при этом, например, Скриптониту она не понравилась. Казахстанский артист разразился в стори с критикой музыкальной составляющей альбома. Он заявил, что Свиз Битц все испортил своими битами. Негодованию Адиля просто не было предела. Отметим, что Скрипт очень редко высказывается в адрес чужих релизов, но данная ситуация, видимо, слишком сильно его задела. К слову, без всяких анонсов, Скриптонит на следующий день выпустил новую сольную композицию «Будьте здоровы». Работа является большим экспериментом Адиля с огромным количеством использования из различных сэмплов. В том числе, Скриптонит засэмплировал в треке и собственный голос. Отметим, сейчас он готовит альбом на английском языке и новый альбом от своего сайт-проекта «Группа Скриптонит». Вы уже все знаете о конфликтике Зару и Моргенштерна. Еще год назад Олег обещал выпустить новый релиз в свой день рождения в 2021 году. Однако в это дело вмешался Моргенштерн, который выпустил в день рождения Олега свой альбом «Миллион долларов радости». Тогда Кизару промолчал и отложил публикацию своего материала, а позже заявил, что его новый релиз состоится 28 мая. Но Моргенштерн снова подколол барселонского артиста и выпустил в этот день еще один альбом. Выпустил его Алишер так громко, что Кизару пришлось экстренно уже официально перенести свой релиз. Скорее всего, это связано с тем, что он банально не хочет проиграть конкуренцию фимскому хитмейкеру. Ребят, я понимаю, что вы ждали. Очень сильно спасибо вам огромное за это. Не расстраивайтесь, в следующую пятницу все будет в лучшем виде. Теперь новая работа Олега должна выйти 4 июня. Но тут опять загвоздка. Дело в том, что в новом альбоме Моргенштерна «Бизнес на миллион долларов» слушатели увидели намек на выход третьей пластинки, что будет уже окончательным ударом по планам и ожиданием Кизару. Вся теория о возможном выходе третьего альбома Алишера заключается в этих строчках. А теперь перейдем к дайджесту новинок. Первой новинкой этой недели хотелось бы отметить свежий релиз под названием «Саша Македонский» от Дениса Еретика, который многим полюбился, когда мы его упоминали в прошлых роликах. Этот концептуальный трэп-альбом написан по мотивам старого доброго сериала «Криминальная Россия» об одной известной фигуре бандитского мира 90-х киллере Александре Салонике. История основана на реальных событиях, но исполнена в свободной интерпретации. Еретик с черным юмором и карикатурным пафосом повествует от имени главного героя, а также от имени других действующих лиц. Что же касается музыкальной составляющей, то на альбоме звучит много живых инструментов. Скрипка, гитары, баян и даже балалайка. Бульвар Депо показывает хорошую продуктивность в последнее время, выпуская сингл за синглом. Вот и эта пятница не стала исключением. Артист представил очередную совместную композицию. Жак Энтони представил свой новый долгожданный альбом. Стоит отметить, что в нем просто океан агрессии нискульного стиля. Старания артиста тепло приняли его слушатели. На ютуб канале Стрит Бит ТВ вышло очередное разговорное видео. На сей раз гостем шоу стал Марат Сквозь Баб, который обсудил все самые актуальные события в русском рэпе и не только. Треки у тебя, конечно, замечательные. Вот, Марат, ничего не сказать. Один из самых ярких фрешманов последних месяцев, Love 66, выпустил свой новый альбом Physical Pain. На фитах отметился Trill Pill. И Лю Мэйт представил новый альбом, где окончательно решил отдать предпочтение ньюскульному звучанию. Не понимаю нихуя, куда тебя несет эта донь. Представители Белой Чувашии резко активизировались. Хорус и Зараза, за плечами которых несколько совместных релизов, представили новую композицию. Возможно, стоит ожидать в будущем от этих парней и новой совместной пластинки. Оружие плясал по сын, тут же в этих мутных лужах каждый божий сукин сын. Что болел, был неумолим, как потоп-то попусту вспылил, подостыл, подзабил болт. Участник объединения Connect Игла выпустил достаточно хлесткий диск на OG Будду. В своем треке артист упрекнул Гришу в продажности, легкомысленности и отсутствии принципов. Я серьезно могу вас ебнуть, нет, мне не нужен, братик, твой соус. Ведь каждый из вас по факту сейчас клоун. Ведь на петок вы прыгнули смачно к тому, кто на PC видел ваш рэпчик. Вижу шалавки, стало понятно, легкие бабки, шмали, таблетки. Открытие 17-го независимого батла рэпер Кэнтервиль представил свою новую композицию со слоткоголосыми оттенками. Хан Андреевич Замай решил порадовать свежим альбомом, в котором исполнитель прибавил искренности и абсурдности в текстах. Друзья, на этом наше видео подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу задержания и возможного приговора Эл-Джея. Слушали ли вы посмертный альбом DMX и как вам его пластинка? А также ждете ли вы третий альбом Моргенштерна и новый поворот в конфликте с Кезару? А для вас этот выпуск озвучивал я, как обычно, Игорь Еремин. Любите хип-хоп и соблюдайте правила дорожного движения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok